Накануне 4-й годовщины Иловайской трагедии родственники погибших на Донбассе украинских бойцов собрались в Киеве на Михайловской площади. Павших в боях почтили у стены памяти. На ней фотографии почти 3000 военнослужащих погибших за время российской агрессии против Украины. Матери, отцы, жены, сестры, братья, дети погибших защитников со всей Украины собираются у стены памяти на Михайловской площади. Здесь фото их родных, павших в боях на Донбассе. С начала российской агрессии таких портретов более 3000. Лидия Сталюта ищет лицо сына. Вот второй Сокорчук Александр Викторович. Ее Саше навсегда 26. Его нет в живых уже 4 года. Осталась только память. Он был очень добрым, уважал всех старших, находил общий язык с детьми. Вообще со всеми очень хорошим был. А жизнь забрала война. Кто-то вместе со свечами и цветами приносит фото из дома, как Светлана, мать бойца 10-й горно-штурмовой бригады Андрея Зуева. Два года назад он погиб под Маринкой Донецкой области. Еще утром он позвонил отцу. Сказал, что идут на зачистку, потому что ДРГ два раза подходили. Пошли и там в Зеленке четверо людей погибли. День Конституции Андрюши как раз 22 исполнилось. Таким и остался у нас. Был большим патриотом, сердце болит. Какие парни ушли. Мы должны гордиться. Здесь собрались около трех сотен родственников погибших бойцов. Говорят, вместе при таких встречах легче пережить горе. К ним выходит Павел Климкин, глава расположенного вблизи Министерства иностранных дел. Уверяет, вопрос агрессии России поднимает на каждой международной встрече. Я устраиваю встречи с родственниками. Говорю иностранным гостям. Просто слушайте. От вас не требуется реакция или слова. Просто посидите час и послушайте родственников и волонтеров. Среди пришедших студент Владислав Круглов. Его родных на стене нет, но он благодарен каждому на этих фото. Парень из рубежного Луганской области. Что такое русский мир? Прочувствовал на себе. У нас тогда были ужасные условия. Не работали магазины и банки. В тот день, когда зашла украинская армия, была очень большая радость. Потому что над нами снова возвысился украинский флаг. И город вернулся к нормальной жизни. Герои не умирают! Герои не умирают! Герои не умирают!